Глава 36 Парни отступили от завала, смахивая пот и глядя на дверь сотрясаемую ударами. С той стороны нарастают крики, слышен лязг металла и, судя по звукам, волокут нечто тяжелое. Орландо шумно выдохнул, сгорбившись и, уберев ладони в колени, огляделся. Ничуть не похоже на каземат. Обилию мрамора и золота позавидует и Папа Римский. Вместо кровати – нечто огромное с шелковым балдахином, составленное мягкими матрасами. На столе рядом с ложем – золотые подносы с едой и напитками, от одного вида которых желуднок жадно задергался. Мечник внимательно осмотрел одежду ученика, настолько богатую, что за один наряд или зажим можно купить поместье. Трехэтажное, с огромным участком. «А ты хорошо устроился», – сказал Орландо, подходя. Мальчик потупил взгляд, развел руками и пробормотал. «Халиф прознал, что я княжий сын. Оказывается, у него есть планы по сотрудничеству с моим отцом. А для этого постарался меня задобрить и послал за доверенными людьми. Полезло. Я хотел помочь честно, но меня не выпускают. Даже не говорили, жив-то или нет. Говорили только про казематы и палача». Орландо положил ладонь на макушку мальчика, взлохматил волосы и сказал с улыбкой. «Все нормально, я понимаю. С тобой все в порядке и ладно». Красс встрепенулся, прыгнул к кровати, сунул руку под матрасы и бегом вернулся к учителю. «Вот, это все, что я смог спрятать». В ладонях чуть запаленные красные шарики лекарств. Пять штук. Орландо взял их, пересыпал в карман, оглянулся на дверь и оставил в пальцах один. Покатал, раздумывая, есть или нет. Когда ворвутся, начнется месиво. Нужно будет выложиться на полную. Но сил может не хватить, и он свалится, корчась от рвущей боли. Однако красные шарики слишком мощные. Вполне может упасть в обморок еще до того, как успеет замахнуться мечом. Винченца хороший боец, но сдюжит ли оставшихся? Проклятие, да сколько там людей. Орландо вздохнул и спрятал лекарства в карман. Перехватил меч поудобнее и повернулся к двери. Брат Жуя кусок баранины встал рядом, старательно оттирая ладони о штанины и взялся за это гам. Ну, хоть перекусил перед кончиной. А ты оптимист. Главное не лезь вперед меня, а ты, Орландо вернулся на красы, спрячься. Дверь трясется сильнее, петли с противным скрипом выходят из скреплений. На пол сыплется каменная крошка и щепки. Куча поваленной мебели сдвигается, крики становятся громче. Орландо расслышал нечто отдаленно похожее на таран. Только зачем в замке таран? Грохнуло. Верхняя петля со скрипом вышла из стены в облачке каменной пыли. Кто-то радостно закричал. Множество голосов подхватили, скрывая удаляющиеся от двери шаги. Наверное, лавку притащили из казармы, сказал Винченца. Похоже на то. Брат задумчиво огляделся и нервно хохотнул, указывая пальцем на книжный шкаф у боковой стены. А может, нам и не придется драться? Гляди. Предлагаешь дотащить эту махину до двери? Да нет же. Это вход в потайной лаз. Да присмотрись ты. Орландо с сомнением покачал головой. Пол у шкафа голый. Ковер не доходит буквально полметра. На каменных плитах едва заметны бороздки. Настолько мелкие, что если не приклядеться, не увидишь. Красс проследил взглядом за учителем. Побежал к шкафу и начал выхватывать книги. Толстенные. В дорогом переплете. Они взлетают над головой мальчика. Распахиваются и будто пытаются взлететь. Падают на ковер, обижен на шурша страницами. Винченца кинулся помогать, опустошая верхние полки. Что вы делаете? Выкрикнул Орландо, судорожно оглядываясь на стенающую дверь. Новый удар перекосил. Завал затрещал, оседая и смещаясь. В расширенную щель видны озверелые лица охраны дворца. Кто-то попытался просунуть древко копья и использовать как рычаг. Тут должен быть рычаг, переключатель, чтобы открыть. Дергаешь, и противовес опускается, сдвигая дверь. У моей тетки в замке такой есть, ответил Винченца, не оборачиваясь. Да что? Орландо подбежал к шкафу, пряча меч в ножны, ухватился за край и уперся ногой в стену. Потянул, откидываясь назад. Рубаха на плечах натянулась, обрисовывая пучки мышц. На виске и шее вздулись жилы, дерево под пальцами жалобно затрещало. Щелкнуло, и шкаф с натугой пошел в сторону. Спутники отступили, наступая на книги. Открылся узкий проход между каменных блоков. Вдохнуло холодом и сыростью. Винченца схватил со стола подсвечник, вошел внутрь, прикрывая пламя ладонью. Следом Орландо протолкнул краса. Зайдя сам, схватился за ручки на обратной стороне шкафа. И, ругаясь, сквозь зубы закрыл проход. Повернулся и буркнул, смахивая под солба тыльной стороной ладони. Не нравится мне это. Если нас зажмут в такой тесноте, пиши пропало. Копьями пробьют, никакой меч не поможет. Пошли. Вдруг это тайный спуск к выходу из крепости, с тусклой улыбкой ответил Винченца. Пошли, выдохнул Орландо, положив ладонь на плечо краса. Туннель то и дело сужается, так что взрослым приходится выдыхать и протискиваться боком. Затем идут участки широкие, можно идти плечом к плечу. Подсвечник перекочевал к красу. Мальчик идет, держа его у груди, часто оглядывается. С потолка и стен свисают лохмы паутины с мумифицированными мухами и пауками. Пару раз дорогу перебежали крысы. Остановились, разглядывая чужаков. И с истошным писком скрыли в щелях на стыке пола и стены. Винченца идет впереди, выставив етаган и зачем-то постукивая им плиты на полу. Крас в центре, а Орландо замыкает. Идет, прислушиваясь к грохоту за спиной. Судя по всему, охрана выбила дверь и раскребается вал. Еще пара минут, и они догадаются, как скрылись беглецы. Надо было тебе остаться, выдохнул парень, переводя взгляд на ученика. Ты к отцу бы вернулся в целости. Не вернули бы, буркнул Крас отводя взгляд. А это почему? Я незаконно рожденный. Более того, я нелюбимый сын. Вот прям совсем. Даже Владимира отец любит больше, хотя он и от жидовской рабыни. Его он в Киеве держит при княжеском тереме. Хо, протянул Орландо с неловкостью скребя затылок. И чем ты заслужил такую немилость? Ну, мой дед казнил князя Игоря, отца Святослава. Ну, запутано все, в любом случае. Если бы отец узнал, что я у халифа, он бы только посмеялся. Тогда бы меня в лучшем случае обезглавили. Что, может быть и хуже? Спросил Венченца, не оборачиваясь. Ну, в смысле, кроме бесчестия. Четвертование, колесование, разрывание дикими конями, сожжение, закапывание. Начал перечислять Крас, загибая пальцы свободной руки. К тому же слуги говорили, что халиф падок на молодых мальчиков, бубинили что-то про жемчуг. В общем, это даже похуже смерти. Оу, выдохнул Венченца и остановился. Тут дверь. Откроем или дальше пойдем? Глава 37. Орландо прижался ухом к двери, закрыл глаза и сосредоточился на слухе. По ту сторону тихо, действительно тихо, несмотря на общий переполох. Отлипнув, покачал головой и сказал, нет, приоткроем, чтобы сбить преследователей с толку и пойдем дальше. Дверь поддалась с натугой. В одном из них компания наткнулась на скелет в обрывках одежды с мешком у ног. Пекань давно прохудилась и через прорехи проглядывают тусклые монеты. Часть разбросана по полу. Плохой знак. Прошептал Венченца, перекрещиваясь и сплевывая через левое плечо, оглянулся в поисках дерева. Почему же, натянута удивился Орландо, его ведь так и не нашли. Воздух становится сухой и спертый, проступают горьковатые запахи. Коридоры тянутся и тянутся, Орландо начало казаться, что они успели обойти весь замок и спуститься ниже фундамента. Пламя свечи выхватило из тьмы двухстворчатую дверь, обшитую золотыми полосами. Металл заискрился, будто радуясь неожиданным посетителям. Братья переглянулись, свечу отдали красу, взялись за кольца и потянули. Створки распахнулись неожиданно легко, по глазам ударил яркий свет, а от аромата благовония защекотало ноздри. Комната огромная, потолок скрывается в полумраке на высоте двух человеческих ростов, горят причудливые светильники. Медные трубки, из которых тянутся язычки голубоватого пламени. Воздух внутри сухой и теплый, Винченцо невольно присвистнул, разглядывая навалы золотых монет под стенами, смешанные с драгоценными камнями. Завертелся, разглядывая дивные картины и мечи в золотых и серебряных ножнах. Рукояти украшены изумрудами, алмазами и рубинами. Гарды и открытые клинки покрыты тончайшей гравировкой. Да за один такой клинок можно купить королевство, выдохнул барон, сорвав ближайший меч и жадно поднес к глазам. Даже без этих цацок, дамасская сталь. Только найдутся ли покупатели? Спросил Орландо, оглядывая оружие с блеском в глазах. Слишком дорогие вещи могут они купить. Да плевать, будто я кому-то буду продавать такую красоту. Будет передаваться потомкам. Посмотри, тут наверняка есть замена твоему клинку. Мечник вздохнул и пошел вдоль стены, окидывая великолепные мечи-палаши и сабли презрительным взором. Слишком вычурные, слишком украшенные и утяжеленные. Цацки, а не оружие. У этого гарда будет мешать фехтовать, у того рукоять короткая. А вот этот, святые божии, что за форма клинка? Таким поранишь себя скорее, чем врага. Красс бросился к золоту, начал распихивать по карманам. Ругаясь на словакском, содрал шелковую рубаху, завязал ворот и рукава, превратив в подобие мешка. Оглянулся на Винченца и сказал с вызовом. Что? Ничего, просто тут столько оружия, а ты к золоту. На еврея вроде не похож. Там, где прошел древлянин, трем евреям делать нечего. А на это золото можно и купить не хуже. Да и к золоту меньше вопросов, чем к таким мечам. Твоя правда, пробормотал Винченца. И подцепив трофей на поезд, начал набивать карманы. Орландо запнулся посреди зала, над гранитным постаментом в воздухе висит меч. Прямой клинок плавно сгибается к острию, нещадно обломанному страшным ударом. Отчего клинок раздваивается на два острия, расположенных одно над другим. Рукоять достаточно длинная для хвата двумя руками, круглая навершия и размашистая гарда. Металл покрыт волнистым узором, характерным для дамасской стали, но будто складывающимся в письмена. Древняя рукоять блестит, отполированная частым хватом до зеркальности. Приглядевшись, различил вмятина от пальцев, будто на глине. Орландо подошел медленно, провел ладонью над мечом. Ничего, оружие просто висит в воздухе, без креплений. Взялся за рукоять и осторожно потянул. Дерево на ощупь теплое и шершавое, а сам клинок даже легче шпаги Гаспара. Центр тяжести смещен к крестовине рукояти. Орландо криво улыбнулся и взял с постамента ножны, самые простые, обтянутые кожей и окованные на конце. Застегнул ремень на талии, подтянул и подвигал. Вставил меч и проверил, как выходит из ножен. Хмыкнул и сдвинул ножны. Но на первое время сойдет, пробормотал парень и застыл прислушиваясь. Выхватил меч, поддавшись детскому порыву. Сталь вспорола горячий воздух с тонким свистом. Закрутил кистью и расплылся в глуповатой улыбке, наслаждаясь звуком. Развернулся, закручивая финт, разрубающий воображаемого врага наискось от плеча до бедра. Да, сойдет. Спрятав меч в ножны, с довольной ухмылкой вернулся к товарищам, подхватив по пути горсть монеты камней. К раз успел набить полный мешок, и теперь с горестной миной выгребается держимое. Иначе либо ткань порвется, либо плечо треснет. Винченция поглаживает ножны, украшенные золотом. Заглядывается на кинжалы, больше похожие на римские мечи. Много не берите, сказал Орландо, нам еще через пустыню перебираться. К раз застонал и начал высыпать золото. Лицо стало несчастным, как у котенка под дождем. В итоге наполнил карманы и вновь одел рубаху, разгладив рукава. Тяжело вздохнул, оглядывая кучу золота, махнул рукой и зашагал к выходу. В проеме вырос высокий воин в кольчуге с нашитыми пластинами и со строконечным шлемом, закрывающим лицо серебряной личиной. В руках меч и крохотный щит. Зычно крикнув, бросился на мальчика, замахиваясь. Орландо метнулся навстречу, оттолкнул краса и выхватил меч. Удар вышел слишком торопливый, небрежный. Острее резонуло по стене, перетернуло шею через кадык и вновь ударилось в стену. Воин рухнул под ноги, шлем с головой отлетел в сторону. Орландо выпрямился, озадаченно глядя на меч в руке и на дверной проем. По обе стороны на стене появились ровные линии, отмечающие движение клинка, будто рубанул по застывающей клине. Парень пощупал камень. У зарубки странно теплый, а края гладкие до блеска. Хм, действительно неплохая замена, пробормотал Орландо. Глава 38 Орландо вышел в туннель, сощурился от приближающегося света факела и вгляделся в набегающих стражников. Двигаются двойками, плечом к плечу выставив копья. Свет играет бликами на отпарированных кальчугах. Искажается и перетекает на острые шлемы с личинами. Слишком близко. Убегать нет смысла, особенно не зная, что ждет впереди. Мечник шагнул навстречу, махая спутником двигаться дальше. Крас открыл рот возразить, но Венчанца ухватил за плечо и потащил в темноту. Первая двойка налетела с разбега, ударяя копьями в грудь, отточена как на учениях, слишком медленно. Орландо нырнул под древко, разворачиваясь и выхватывая трофейный меч. Вращение тела усилило и ускорило удар. К потолку полетели обломки копий и сжимающие их кисти. Продолжая движение, нанес косой удар и отскочил, уворачиваясь от нового удара. Трехгранный наконечник дернул волосы над ухом, оставив красную бороздку. Парень перехватил древколевой рукой, завел в подмышку и дернул на себя всем телом, одновременно ударяя ногой. Незадачливый копейщик, всхлипнув, сложился пополам, а товарищ рядом оступился и растянулся на телах первой двойки. Изогнутый клинок замерцал в тусклом свете, рисуя в воздухе незамысловатый узор, отбивая копья и врубаясь в неосторожных. Орландо движется плавно, сцепив зубы и не позволяя себе ускоряться. Ногами передвигает скупо и методично, как танцор, заучивающий новое па. В какой-то момент, подрубив колени очередному стражнику, оскалился и прорычал. Да что ж вам всем жить-то не хочется. Перед ним растянулась груда стонущих тел, завалившая проход и подмявшая погибших. Орландо отступил на два шага, окинул кучу взглядом и, развернувшись, бросился в темноту. Время он выиграл, минут десять, может быть шесть. Зависит от пыла оставшихся стражников и привязанности к товарищам. Краса и Винченцо нагнал завольно быстро. Оба уперлись плечами в каменную дверь. Пыхтят. Лица раскраснелись, а волосы слиплись от пота. На полу, под ногами, догорает огарок свечи. Огонек трепещет от схвозняка, врывающегося через расширяющуюся щель. В нос шибануло терпким ароматом ночной пустыни. Орландо встал между товарищами, навалился и дверь распахнулась. Троица вывалилась в каменный двор. Мальчишка полетел к убырем, рассыпая золотые монеты. Вскочил и начал торопливо подбирать. Желтые кругляши закатываются в широкие щели межкаменных плит. Застывают в наносах колючего песка. Над крепостной стеной зависла луна. Вдалеке гудит рог, а совсем рядом тревожно ржут кони. Орландо затравленно огляделся и нервно хохотнул. Хлопнул поднимающегося брата по плечу. Секретный ход вывел за границу второй крепостной стены прямиком к конюшне. Чуть дальше подъемный мост ворота. Пусть сейчас и подняты, но вся стража сбежалась во дворец. Втроем изловили бегих коней, наспех оседлали и, прихватив мешок овса, рванулись к выходу. Когда кони помчались по второму мосту, на стене выросли лучники и начали стрелять, поспешно натягивая и спуская тетивы, стараясь накрыть беглецов тучей и стрел. Орландо захохотал, откинулся в седле, расправив руки, позволяя ветру трепетать одежду и волосы. Кони скачут во весь опор, вытягивая шеи и закусив удила, застоявшиеся в стойле и радующиеся простору. Скакун под красом выгибает шею, а задача накосясь на крошечного ездока, будто проверяет, не свалился ли. «И куда теперь?» – прокричал Винченцо, перекрикивая встречный ветер. «Без понятия!» – смеясь ответил Орландо. «Я даже не знаю, где мы!» Полуденное солнце застало их в крошечном оазисе между двух скал. Кони жадно пьют из озерца, фыркают и недовольно переступают с ноги на ногу, силиясь ослабить затянутые подпруги. Орландо лежит в тени дерева, впервые за долгое время наслаждаясь покоем и возможностью вот так просто лежать. Даже бешеное солнце кажется ласковым. «У нас нет бурдюков!» – сказал Винченцо, садясь рядом. «Еды и фуража для коней. А мешок овца? Да это им на день!» Орландо нехотя приподнялся на локте, глянул на краса отрабатывающего шаг-удар в начерченном на песке треугольнике. Мальчик сбросил верхнюю одежду. Торс лоснится от пота. Кажется, с начала путешествия он успел обрасти тугим мясом на плечах. Вон как машет трофейным клинком. «Если не доберемся до города, нам конец», – добавил Винченцо, горестно вздохнул и утер лицо ладонями. «В городе нам тоже будет не шибко рады. Да, если знают, кто мы, а они не знают. Ты в этом уверен?» «Конечно. Любой, кто посмеет заявить, что халифа ограбили, будет казнен. Нельзя умолять авторитет правителя. Нас могут распознать разве что с доверенными лицами, но с ними мы справимся». «Хорошо. Но где этот город?» Винченцо улыбнулся и махнул рукой меж скал. «Где-то там. Там на камне метко указывающее направление. Либо в город, либо к следующему Айсису. Думаю, нас устроят оба варианта». «Да, но сколько нам туда добираться?» «Не знаю. Так что напивайся впрок». Орландо горестно вздохнул и начал подниматься, упираясь ладонью в колено. Винченцо лег в тени и наблюдает, как брат что-то втолковывает мальчику, а после показывает движение ног и замахи мечом. Кажется, это защита, переходящая в атаку, когда используют силу удара противника. А вот и перехват кисти, залом, контроль клинка и пара совсем неизвестных движений. Хм, да, вот бы все это зарисовать. Книгу можно было бы продать за телегу золота. Мастеры фехтования передрались бы. Подумать только. Воспитанник Серкана Декреспа обучает бастарда киевского князя. Винченцо хмыкнул, запоздало вспомнив о происхождении Орландо, закрыл глаза и постарался уснуть. Прежде чем выдвигаться, нужно переждать самую жару. Глава 39 Нос корабля рассекает набегающие волны. Брызги долетают до палубы и оседают кружечными бусинками на лице. Солнечный диск просвечивает через паруса, а плеск воды смешивается со скрипом снастей, досок и голосами команды. Теплый ветер запутался в волосах, перебрасывает пряди и старается закинуть их в глаза. Луиджиана Релит отвела их назад, облокотилась аборт и широко улыбнулась. В зумрудно-голубых глазах отражается морская гладь, переливающаяся солнечными бликами. Со спины приблизился понтифик. Тщетушный и дряхлый без пышных золоченых одежд, горбящийся без церемониального посоха. Самый обычный старик, как их множество по всей Европе. Только лицо чистое, а пальцы ровные и холеные, с гладко остриженными ногтями. Эти руки, отродясь, не брались за инструменты, не перебрали овощи, даже не держали ничего тяжелее кубка с вином. У девушки сложилось впечатление, что старец ни разу в жизни не одевался сам и не раздевался. Наверное, в сортире у него есть специальная служка с влажной тряпкой, предварительно подогретой. Наслаждаешься путешествием? Спросил Урбан, становясь рядом и закладывая руки за спину. Да, призналась Луиджиана Релит, не оборачиваясь. У человеческого тела несколько другое восприятие. Разве ты не была человеком? Я первая из женщин, созданная вмиг наивысшего вдохновения. Я само воплощение женственности, такое, какое ей представлял Бог. Да что там, я человек, но не такая, как вы. Папа Римский замолк, пожевал губы и, наконец, осторожно спросил. И каково это владеть чужим телом? Занятно и обременительно, ответила девушка, пожимая плечами. Я будто надела платье на несколько размеров меньше. Напомни, почему мы плывем окольным путем? Война. Силы Магометан еще владствуют на коротком маршруте. А связь с ними затруднительна для Халифа. Увы. Пока до его воинов дойдет сообщение не трогать нас, они вполне могут успеть потопить корабль. Для тебя это не так страшно, а я вот плавать не умею. Боюсь, сейчас это для меня нежелательно, смеясь сказала Лилит Луиджиана. Это платье не дает мне быть собой в полной мере. Забавное чувство быть смертной, будоражащее. Подумать только, человек может умереть в любой миг, как вы с этим живете? Привыкли. Надеюсь, в скором времени буду отвыкать. Луиджиана Лилит остро глянула на понтифика и зашлась звонким смехом, запрокидывая голову. Наместник бога на земле поджал губы и отступил, стискивая кулаки. Пошел в каюту. Полоба покачивается. Двое слуг с пощтением придерживают за локти и смотрят под ноги. В груди старца разгорается позабытое чувство. Проклятая девка. Будь он моложе, ее кости давно бы хрустели. А до этого она кричала бы так долго. Кричала и стонала. Перед внутренним взором замелькали яркие картины с процессом наказания. Понтифик зажмурился и шумно выдохнул, заглушая пустоцветные эмоции. Он слишком стар. Все это уже не гонит кровь в чресло, а только разрывает сердце. Это пустое. Тем более, она сейчас важна. Нет, она незаменима. А вот после, после он с ней разберется. А если все будет, как обещал ангел, то наказание будет долгим и насыщенным. Совсем как в молодости. Даже лучше. В портовом городе на другом конце халифата их ждут люди халифа, а возможно и он сам. Вместе они проследуют в глаз бога, где плененные бич божий и лилит зачнут нового мессию. В каюте Урбан опустился на колени, положил локти на ложе и, сложив руки, зашептал молитву. Троица добралась до маленькой деревни к вечеру. Измученные кони уткнулись мордами в глиняное корыто с водой. Всадники слезли и, пошатываясь от усталости, зашли в дом, который Красс определил как постоялый. Хозяин выпучил глаза, увидев золотые на столе, затороторил, всплескивая руками. Убежал и вскоре вернулся с блюдом жареной бараниной и двумя девушками, что начали танцевать, причудливо двигая животами. Красс, позабыв о еде, уставился на них, глуповато раскрыв рот. Братья набросились на еду, заливая едва прожаренные куски огромными глотками терпкого напитка прямиком из кувшина. Хозяин то и дело приносит добавки из разных блюд. В один момент в зале появился сухопарый музыкант. «Откашлялся и гортанно запел, играя на странной пузатой гитаре». «И что дальше делать будем?» Спросил Венчанца, срывая зубами кусок мяса с ребрышка и бросая в рот горсть сушеных фиников. «Мне нужен мой меч», — ответил Орландо, обмакивая мясо в красный соус, остро пахнущий специями. «Это первое дело. Потом нужно расспросить местных о странных легендах, слухах и поверьях. Вдруг удастся найти следы Грааля». Красс ест, не отрывая взгляда от танцовщиц, ерзает и горбится. Со второго этажа слуги сбрасывают, прижимая к груди комья бастельного белья. Во дворе плещется вода, а хозяин зычно командует. Скрипя колесами, подъехала телега, груженная соломой, а слуги начали набивать свежие матрасы. «А может, ну, просто может...» «Предположим, мы бросим все и спрячемся», — сказал Венчанца, косясь на суматоху. «Европа большая, в захолустное поместье десятилетиями никто не заглядывает». Орландо покачал головой и горько усмехнулся. «Хотелось бы, но нет, не выйдет. Они не оставят меня в покое. А ты, да, ты можешь вернуться домой». Последние слова хриснули по ушам. Венчанца отпрянул, едва не выронив кувшин. Стул под ним опасно закачался, скрипнул жалобно, а танцовщица и музыкант сэмберли, глядя с непониманием и испугом. Орландо махнул им, сказал на ломаном местном наречии. «Продолжайте». «Как только ты мог вообще подумать, что я брошу брата в беде», – прошептал Венчанца. «Сводного и незаконнорожденного», – уточнил Орландо. «Брата, с кем я буду в старости на охоту ездить и спорить у камина? С сестрами? Да я уже забыл, как они выглядят». «Дожить бы до этой старости», – вздохнул Мишник и приложился к кувшину. Глава сороковая Деревня осталась позади, а путники обзавелись крытой телегой с тентом песочного цвета. Скорость значительно снизилась, но это теперь и не важно. У них есть еда, корм и вода, но, что более важно, шатер. Последний представляет собой огромный кусок по-особому выкраенного полотна и жерсть с набором колышков. В часы полуденного солнцепека раскладывают шатер и прячутся в тени вместе с конями. Места не так много, но это всяко лучше быть я под прямыми лучами. Перегретый воздух поднимается от песка видимыми волнами, треплет края полотна. Орландо, намотав мокрую ткань на голову, упражняется с новым мечом, привыкая к новым способам хвата и поведению раздвоенного острия. До этого он орудовал только одноручными клинками, но Серкана учил обращаться с любым холодным оружием. Учил на совесть, жестко и без скидок. Практика показала, что Орландо вполне может выйти с тупым перочинным ножиком против пятерых взрослых разбойников, выйти и победить. А тогда ему было едва 10 лет. Правда, в тот раз он обзавелся парочкой шрамов, сломанным носом и внушительным фингалом. Меч странно легок, что внушает опасения о силе рубящего удара. Однако острота компенсирует этот недостаток. Борощатый клинок настолько остр, что без труда рассекает камень и на лезвии не остается даже затупленности. Держа его, Орландо чувствует прилив сил, будоражащие мышцы и побуждающие двигаться быстрее и быстрее. Приходится сдерживаться, закусив кубу, иначе болезнь вернется и боль разорвет грудь изнутри. «Какая ирония судьбы», – горько подумал Орландо, в который раз перебрасывая меч из руки в руку и пробуя связки с двуручным хватом. С таким клинком он мог бы развить максимальную скорость, как с ножом. Вдох и шумный выдох через нос. Мог бы. Да только буквально в последний раз в жизни. В «Тени шатра» Винченцо объясняет красу теоретические основы боя на мечах, рисуя на песке схемы, представляющие собой грубо нарисованных человечков и стрелок. Мальчишка слушает, распахнув рот, и часто кивает, вырезая в памяти академическое знание. Уроки Орландо тоже давали их, но в более жесткой манере, исключая теорию и историю. Винченцо же то и дело уходит в дебри жития великих мечников прошлого, периодически повторяя имена неких фехтовальщиков из рода Креспа, Гаспара и Серкана. «А ведь Орландо тоже не Креспа», — сказал Красс, скребя языком. «Он великолепен, но я не думал, что он, ну, из этого, из знатного рода. Выходит, и ты относишься к Креспу?» «Ну, — протянул Винченцо, отводя взгляд и скребя затылок. Не совсем. То есть, совсем нет. У нас была одна мать, а Серкана Ди Креспа вырастила Орландо. В общем, все сложно». «Ах!» — в тон протянул мальчишка, косясь на учителя, упражняющегося в тени бархана. «А что стало с теми мастерами?» «Там история сложная. Насколько мне известно, Гаспар убил Серкана, а Орландо убил его. Выходит, он лучший?» «Честно, я не представляю, кто вообще может с ним справиться. Разве что мастера Слунного Архипелага. Там, говорят, и мечи особенные, и мечники невиданного мастерства. Кони всхрапывают, обмахиваются хвостами, пытаясь хоть немного охладиться. Один шумно пьет из деревянного ведра, фыркает и потряхивает гривой. Второй пытается оттеснить и сам сует морду в воду. С востока дует горячий ветер, срывает песчинки с вершины бархана, и те искрятся в воздухе, как поземка. Если прислушаться, станет слышно, как они шуршат друг об дружку». Деревенские говорили, что ближайший город в пяти днях через пустыню, а значит осталось всего два. Крас растянулся на коврике, вытянув руки. Перевалился на бок и стал наблюдать за тренировкой учителя, соотнося движения с руками венчанца. Пустыню пересекают по самому краю. Здесь достаточно оазисов и довольно оживленно. Встречные путники приносят слухи о развивающейся войне и дикарях-франках, подступающих к Иерусалиму. О жутких выродках-людоедах, сопровождающих войско крестоносца. Венчанца невольно вздрагивает, припоминая чудовищ, созданных кровью гвоздоносца. Вместе с этим доходят слухи о тысячелетнем мудреце, живущем в дальнем оазисе, в стороне от главных дорог и путей. Говорят, он знает все, и первые люди халифата ходят к нему на поклон и спрашивают совета. Только цена, которую просит мудрец, настолько велика, что не каждый потянет. Выслушав очередного странника, Орландо задумчиво погладил подбородок, поглядел на брата и ученика. Что думаете? В каждой стране есть такие старцы, сказал Венчанца, пожимая плечами. Каждый раз оказываются просто состарившимися мошенниками или сумасшедшими. Можно и попробовать, добавил Красс. А вот и поможет, что мы теряем в конце концов. Орландо кивнул и направил коня вглубь пустыни. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через Патреон, или кто становится спонсором нашего канала на Ютубе. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве. Хочу выразить огромную признательность всем, кто откликнулся и поддержал наш труд. Только благодаря вам мы можем дальше радовать вас нашим творчеством. Субтитры создавал DimaTorzok